Это наше время на Фридом и мы говорим о главных событиях дня. Здравствуйте. Российские войска утром обстреляли центральный район Херсона. Как сообщили местные власти, был ранен один человек. В момент атаки он находился на улице и получил осколочное ранение, а также взрывную травму. Его оперативно доставили в больницу. Кроме этого, у 16-летней девушки острая реакция на стресс. Также в жилых домах и здании автоцентра выбиты стекла. Повреждены транспортные средства и троллейбусная сеть. До семи возросло число погибших в результате ракетного удара, который россияне нанесли по Одесской области накануне. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер, в больнице скончался раненый мужчина. Он был сотрудником порта. Шесть человек пострадали из-за обстрела Запорожья. Российские оккупанты утром нанесли по городу авиаудар. Разрушены и повреждены 29 частных домов. Восемь домовладений отключены от газоснабжения, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Все жители Запорожья живы. Несколько человек ранены. Медики оказали им помощь. Коммунальные службы уже приступили к восстановлению жилищного фонда. Сегодня россияне также обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Атаковали ударными дронами. Ранения получили два местных жителя. Их состояние удовлетворительное, сообщает областная военная администрация. Повреждены жилая пятиэтажка и газопровод. Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по военному аэродрому Ханская в российской Адыгее. Успешную операцию силы обороны Украины осуществили сегодня ночью. Атакован склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта. Масштабы повреждений уточняются, сообщили в украинском генштабе. В районе цели отмечалась работа вражеской ПВО. Зафиксировано возгорание. Известно, что на аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27. Задание выполнено силами и средствами службы безопасности Украины. Главного управления разведки Министерства обороны Украины и сил специальных операций вооруженных сил Украины. Совместная боевая работа всех составляющих сил обороны по важным целям вооруженных сил Российской Федерации будет продолжаться и дальше. Из сообщения генерального штаба ВСУ в Телеграм. На фронте за сутки произошло 149 боевых столкновений. Как сообщили в генеральном штабе ВСУ, самая сложная ситуация на Кураховском направлении, где войска РФ совершили 31 атаку, а также на Покровском. Там украинские военные отразили 25 штурмов. Кроме того, силы обороны отбили 18 попыток наступления на Лиманском участке фронта, 17 на Купенском и еще 9 на Торецком. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных, а также 85 авиационных ударов. В частности, сбросил 160 управляемых авиабомб. Кроме того, он совершил более 4000 обстрелов и задействовал около 1600 дронов Камикадзе. В то же время силы обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники российской армии. Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения превысили 665 тысяч солдат. Только за последние сутки украинские военные ликвидировали 1080 российских оккупантов. Также им удалось уничтожить один танк, 14 боевых бронемашин, 41 артиллерийскую систему, 2 РСЗО и 3 средства ПВО. Кроме этого, силы обороны сожгли 75 единиц автомобильной и специальной техники РФ, сообщили в генеральном штабе ВСУ. Военный самолет Як-130 упал на границе между российской Калмыкией и Волгоградской областью. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, ссылаясь на прокуратуру Южного военного округа. Известно, что российский самолет совершал учебно-тренировочный полет, а пилот при крушении успел катапультироваться. Причина инцидента устанавливается, предварительно это технические проблемы. Российские регионы затягивают пояса потуже. Расходы на войну только увеличиваются и в следующем году составят уже 40% бюджета страны. А тенденция сокращения региональных бюджетов наблюдается еще с начала этого года. Чем придется пожертвовать россиянам ради продолжения войны против Украины, расскажут мои коллеги. На фоне рекордного повышения расходов на войну против Украины в следующем году больше 13,5 триллионов рублей, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала губернаторов отказаться от крупных инфраструктурных проектов и экономить деньги. Ведь в 2025 году предполагается сокращение финансовой поддержки регионов еще на 10%. В 2024 уже сокращали на 9%. Призывами затянуть ПСА руководство России дает понять лидерам регионов, что пушечного мяса, которое они поставляли на войну почти три года, уже недостаточно. Ресурсы, за которые могли бы строиться дороги, школы и больницы, Москва также пустит на войну. Пишет Центр противодействия дезинформации. Пресс НБУ Украины в Телеграм. Кремлю катастрофически не хватает живой силы на фронте. По оценкам экспертов, Москва хочет ежегодно набирать не менее 225 тысяч контрактников. На единовременные выплаты добровольцам в бюджет Федерации на 2025-2027 годы заложили 90 миллиардов рублей. Чтобы выполнить разнарядку от Кремля по набору людей, регионы постоянно повышают выплаты. Так, в Ростовской области вознаграждение за выполнение контракта с Минобороны выросло с 700 тысяч до 1,2 миллиона рублей. Вместе с федеральным финансированием единовременная выплата составит 1,7 миллиона рублей. В Москве без малого 2 миллиона рублей. С такими темпами потерь, которые есть сейчас, конечно, нужно ежемесячно набирать не меньше 30 тысяч солдат, чтобы их компенсировать. Поэтому, собственно, и звучат вот эти цифры, что нужно 225 тысяч новых контрактников. Это не очень простая задача, поэтому выплаты постоянно растут. Пока Путин отчаянно пытается захватить суверенные территории Украины, экономика Федерации катится в пропасть. По данным исследовательского холдинга «Рамир», продовольственная инфляция летом 2024 года по сравнению с июлем 2023 выросла ориентировочно в 5 раз. Так, с начала 2024 цена на картофель поднялась на 90%, морковь на 54%, капуста подорожала наполовину. Вырастут в следующем году в России тарифы на коммуналку. С 1 июля электроэнергия подорожает на 12,5%, газ более чем на 10%, а совокупный платеж за коммунальные услуги вырастет почти на 12%. Это не все. С нового года тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки прибавят 11,6%. Закон о бюджете на 2024 и 2026 года предусматривал в следующем году индексацию на 5,7%. Тарифы на коммуналку для народа вырастут вдвое больше, чем планировалось год назад, пишут аналитики ММИ в Телеграм. Не хватает в России катастрофические рабочих рук. Если в 2019 в страну въезжало около 19 тысяч мигрантов, то в 2024 6,5 миллионов, из которых чуть больше 3 миллионов трудовых. В ходе опроса Российского союза промышленников и предпринимателей выяснилось, что дефицит кадров наблюдается практически в 83% компаний. Почти каждое пятое предприятие пожаловалось на ограничения по найму, введенные регионами, или прямой запрет на региональном уровне принимать мигрантов на работу. На юг США брушился ураган Милтон. Грозы со шквальным ветром начались накануне вечером. Также ураган вызвал торнадо. В штате Флорида по меньшей мере два человека погибли. Более трех миллионов потребителей остались без света, сообщает Рейтер. Местами скорость ветра превышает 200 км в час. В нескольких округах штата наводнение. ЕС выделяет Молдове крупный пакет финансовой поддержки почти на 2 миллиарда евро. Об этом во время визита в Кишинев заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она встретилась с президентом страны Майи Санду и отметила, что предоставленная ЕС финансовая помощь будет способствовать развитию экономики Молдовы, а также приблизит страну к членству в ЕС. Я знаю, что у вас есть амбициозный экономический план, и Европейский союз поддержит его. Мы считаем, что можем помочь вам удвоить объем экономики. Поэтому мы инвестируем 1,8 миллиарда евро в вашу экономику в следующие три года. Европа твердо стоит на стороне Молдовы. Сегодня и на каждом шагу на пути к нашему союзу. Мы можем начать приближать молдавскую экономику к нашей уже сейчас. Своими атаками на суда, перевозящие украинское зерно в Черном море, Россия пытается дестабилизировать ситуацию на мировом продовольственном рынке и нанести ущерб самым незащищенным жителям стран Азии и Африки. Москва должна немедленно это прекратить, заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕС по вопросам внешней политики Петер Стана. За последние дни Россия усилила атаки на гражданские суда, перевозящие украинское зерно в Черном море, что еще больше подрывает глобальную продовольственную безопасность и свободу судоходства. Вчера два судна были атакованы баллистическими ракетами в порту Одессы, одной из Панамы и еще одной из Палау. В результате атак на порт, по меньшей мере, 7 человек погибли и 11 получили ранения. Ранее также было атаковано судно из Сент-Китса и Невиса. В прошлом месяце Россия обстреляла судно, перевозившее зерно в Египет, а ранее атаковало судно из Турции, даже из Турции. Все это страны, которые Путин называет дружественными. Все эти действия происходят в дополнение к тому, что Россия уничтожает зернохранилище и портовую инфраструктуру Украины ежедневными целевыми атаками и продолжает воровать украинское зерно. Все эти действия являются вопиющим нарушением международного права и должны быть немедленно прекращены. Россия напрямую атакует поставки продовольствия наиболее нуждающимся людям. И это доказывает решимость России продолжать превращать продукты питания в оружие. И это также ответ Путина всем тем, кто говорит, что мир с Путиным возможен. Мы призываем все страны мира осудить атаки России на свободу судоходства и на глобальную продовольственную безопасность, а также оказать давление на Россию, чтобы она немедленно прекратила эти атаки, а также незаконную агрессию против Украины. Президент Украины провел переговоры с премьер-министром в Великобритании. Встреча прошла в резиденции на Даунинг-стрит. Это уже второй визит Владимира Зеленского в Лондон с момента избрания Кира Стармера главой британского правительства. Украинский президент представил детали плана победы и подчеркнул, что он призван создать правильные условия для справедливого завершения войны. Очень важно, что мы можем продемонстрировать Украине нашу неизменную преданность и поддержку. Это очень важная борьба для вас и для всех нас тоже. Поэтому приятно приветствовать вас снова здесь, чтобы ознакомиться с планами и поподробнее поговорить о том, что мы можем сделать вместе. Искренне благодарю, что приняли нас. Я и моя команда благодарны британскому народу, народу великой страны, за вашу веру в нас с самого начала войны. Сегодня я хочу поделиться с вами деталями нашего плана победы. Мы очень рассчитываем на вас. И также прошла трехсторонняя встреча президента Украины, премьера Великобритании и генерального секретаря НАТО. Ключевыми темами переговоров стали евроатлантическая интеграция и военное усиление Украины. Именно это поможет создать лучшие условия для возобновления справедливого мира, подчеркнул Владимир Зеленский. Также он подробно рассказал о ежедневных воздушных атаках России на мирное население Украины, а также инфраструктуру и энергосети. Кроме этого, президент проинформировал о недавних ударах по инфраструктуре Черноморской зерновой инициативы. Участники встречи также обсудили, как достичь быстрого выполнения решений Вашингтонского саммита НАТО. Для их реализации, в частности, необходимо усилить Украину новыми системами ПВО, укрепить ее авиационные возможности, а также нарастить инвестиции в украинское производство снарядов, дронов и дальнобойных средств. Генеральный секретарь НАТО на трехсторонней встрече подчеркнул, что поддержка Украины в ее противостоянии российской агрессии имеет решающее значение для коллективной безопасности на всей территории Североатлантического альянса. Марк Рюты также отметил, что Украина имеет законные основания для поражения военных целей на территории РФ. В ближайшие сутки. Владимир Зеленский также проведет переговоры с лидерами Франции, Италии и Германии в каждой из этих стран. После общения с лидерами государства, от которых непосредственно зависит военная помощь, президент Украины представит план победы всем партнерам во время встречи в формате Рамштайн. Напомню, 25-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины должно было состояться 12 октября в Германии. Но из-за урагана в США встречу перенесли. Стихийное бедствие требует максимального внимания президента Соединенных Штатов, поэтому Джо Байдену пришлось отменить поездку в ФРГ. Подробнее о дипломатическом турне Владимира Зеленского «Мирном плане Украины», а также общей поддержке Киева с союзниками поговорим с гостем. На связи с Фридом Алексей Буряченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов. Как всегда, раз видеть вас в эфире «Фридом». Здравствуйте. Как всегда, взаимно приветствуем и приветствую всех наших уважаемых телезрителей. Итак, встреча с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии перед Рамштайном. Владимир Зеленский проводит последние консультации относительно плана победы. Давайте начнем с Лондона. Какие поправки или советы может предложить, скажем так, Британия, как один из главных союзников и партнеров Украины, для лучшей реализации украинского документа? На самом деле, решил, насколько я понимаю, наш президент, что нужно усилиться перед перенесенным заседанием форматором «Штайн», проведя дополнительные консультации с лидерами, с европейскими лидерами, не только Европейского Союза, но и, конечно же, Британии, где он сегодня встречался не только с новым премьер-министром Британии, но и с Рюте, с генсеком НАТО. Кстати говоря, стоит отметить, что это Стармер встречает сейчас первого президента, лидер государства, соответственно, в своей каденции. То есть мы первые, кто прилетели на такую встречу высокого уровня, еще и при участии нового, опять же, генсека НАТО в Лондон. Как по мне, это довольно символично, и даже те заявления, которые мы уже увидели в публичном пространстве от Рюте, опять же, довольно-таки многообещающие, потому что он сказал то, чего ранее не говорил тот же Столтенберг, что использование оружия Украиной против Российской Федерации абсолютно законной. И, в принципе, отдельные страны НАТО могут принимать соответствующие решения по передаче того или иного вооружения. Но, с другой стороны, ничего как бы нового мы не услышали, потому что использование отечественных наших средств поражения никогда не были под запретом, потому что это прямо предусмотрено международным законодательством, Институтом Организации Объединенных Наций. Но, насколько я понимаю, что он на эту ситуацию посмотрел через призму того, что все, что передается в Украину, уже является по факту ее собственностью, потому что это должно решаться в двустороннем формате. Между той страной, которая соответствующая вооружение передает, ну и, собственно, дальше говоря уже Украина сама решает, каким образом применять его относительно государства-агрессора. Почему такая география поездок, я думаю, нашим уважаемым телезрителям также абсолютно понятно. Ну, во-первых, как Франция, Германия, Британия, Италия – это довольно серьезные доноры. Украины как экономические, так и военные, ну и, собственно говоря, те страны, которые всегда традиционно осуществляют нашу политическую поддержку. До этого я напомню, что на Франции наш президент был на чрезвычайно важном саммите в Хорватии стран Восточной Европы, потому что именно там находятся наши, которые, возможно, не самые богатые, как, например, там Британия или Франция или Германия или Соединенные Штаты партнеры, но партнеры, которым точно не нужно ничего объяснять, кто такая Российская Федерация, потому что так или иначе много из этих стран, как страны так называемые Нордические, Финляндия, страны Балтии, страны Восточной Европы, Румыния, Болгария, Польша, они так или иначе, ну и, собственно, даже говоря, сама Хорватия еще до раздела были под влиянием еще Советского Союза, ну а потом и Российской Федерации. Так вот, сейчас география этих поездок, как по мне, это такое усиление перед этим Рамштайном, который будет ориентировочно где-то в конце месяца и на который еще даже, вот, собственно говоря, до переноса собирались прилететь более 25 лидеров государств. Ну а сейчас Британия раз, Соединенные Штаты два, Франция три, это три государства, которые и непосредственно передают средства дальнобойного поражения, ракеты непосредственно. Вот сейчас вы показываете на своих экранах господина Остина, министра обороны Соединенных Штатов, есть еще господин Милли, руководитель штабов, и вот это та компания, то представительство, которое всегда инициирует и проводит в формате Рамштайн, в формате антипутинской коалиции, уже предметные действия на уровне партнеров по заявкам Украины именно по военному компоненту. Мы прекрасно осознаем и понимаем, что если в следующем заседании форматор Рамштайн будет принимать участие президент Соединенных Штатов Джо Байден, еще более 25 лидеров, как это было и анонсировано, то это будет точно не рядовое заседание, а то, что это уже будет значительно ближе, чем вот 12 октября к выборам Соединенных Штатов, которые, напомню, состоятся 5 ноября, это еще будет иметь определенный политический оттенок и дополнительной мотивации для демократов показать свою решительность перед выборами и получить электоральные дополнительные позиции, скажем так, в противостоянии с трампистами, потому что, все-таки, я напомню, демократы – это глобалисты, а Украина является темой номер один внешнеполитической сейчас в предвыборной повестке Соединенных Штатов. То есть я думаю, что как во Франции была, как всегда, теплая традиционная встреча между нашим президентом Владимиром Заленским и Эммануэлем Макроном, так и сейчас довольно-таки конструктивно, насколько я понимаю, прошел визит с премьером Стармером и генсеком Рюте. Ну, я думаю, что стоит ожидать, скажем, похожего конструктива и с господином Шольцем, канцлером Неменемеччины, ну, еще и кроме того, с Германией, ну, еще и кроме того, конечно же, возможно, мы продолжим с ним диалог по поводу передачи Таврусов, про что мы говорим довольно долго и, возможно, услышим какую-то его позицию по поводу его политических заявлений по его видению мирного урегулирования или, как минимум, прекращения горячей фазы войны России против Украины. Ну, а Италия уже, как, скажем, крайняя страна этого геополитического такого визита перед Рамштайном, там Мелани, которая всегда довольно-таки радикально поддерживает Украину, она это поддержала на Радбезе недавно, на Генассамблее, ну и, честно говоря, Италия в последнее время значительно больше включается в процесс поддержки Украины, чем ранее, поэтому мы и на Италию, в том числе, большие надежды возлагаем. Алексей, хотел более детально остановиться вот на теме дальнобойности. Вот Великобритания, она ведь активно поддерживает Украину, ее интересы, скажем так, и тот же Стармин, он настаивает буквально, чтобы союзники, в частности и США, разрешили Киеву использовать западное дальнобойное оружие для ударов по военным целям на территории Российской Федерации. Вот может ли Британия, как один из толпов нерушимой поддержки Украины, вот своим авторитетом подтолкнуть союзников, в том числе и Германию, и Францию, и Италию, и в том числе и Соединенные Штаты, к положительному ответу в этом вопросе? Мы с вами, кстати говоря, не один раз уже где-то косвенно касались этого вопроса и напоминали нашим уважаемым телезрителям, что Инна Британия всегда была таким лидером военной поддержки Украины, всегда она разрывала даже какие-то красные линии, которые ставили почему-то перед Украиной не только наши враги, но и наши партнеры. Я напомню, что Британия дала нам вторые свои челленджеры, это современные танки, что уже сподвигло снять эти ограничения и, собственно говоря, той же Германии по Леопардам, также Британия и по 16-м серьезную нам поддержку оказала. Это, в принципе, честно говоря, почти по всем. Да, и она первая дала, кстати говоря, дальнобольные ракеты Штормшедов. Как я уже заявил ранее, Британия, в принципе, по всем таким ключевым позициям, где нужна была первая страна из таких знаковых на геополитической карте, которая бы приняла такие решения, Британия всегда была первой. Поэтому я думаю, что действительно эти переговоры, еще и учитывая, что они были с господином Рютте, новым генсеком, они точно приблизили нас к получению такого политического разрешения бить вглубь территории Российской Федерации западным вооружением. Поскольку мы услышали не только позицию непосредственно Старбера, премьер-министра, лидера Британии, но и немножко обновленную позицию со стороны генсека НАТО. Как раз обновленная позиция. Рютте говорит о том, что решение зависит от каждого конкретного союзника, что они могут сами принимать решение. Но если, например, Великобритания не против, если уговорить, например, Францию и Германию. Они, кстати, говорили тоже, что, в принципе, за. Нужно ли тогда нам разрешение Вашингтона? Нужна ли консолидация общего мнения? Или мы можем обойтись, вот скажем так, немецким оружием и французским и Великобритании? Это хороший вопрос. Потому что тут по каждому из этих пунктов нужно давать свои ответы. Ну вот, например, по британским штормшедов. Тут же вопрос не только в том, что по инициативе Джу Байдена сейчас от решения так называемой дальнобойности, да, хотят принять одновременно три страны, да, это Соединенные Штаты, Британия и Франция для того, скорее всего, чтобы не было каких-то неконтролируемых геополитических раз последствий, а вторых последствиях в рамках избирательной кампании Соединенных Штатов. Вот мне кажется, это тоже какой-то определенный и очень существенный аргумент. Ну и, на предпрощение, ну и вторая позиция, что, насколько я понимаю, и я читал такое в западной прессе, что в тех же штормшедах, которые сейчас у вас находятся на экранах, это дальнобойные, довольно-таки точные и хорошие ракеты Британии, есть довольно много, около 60% компонентов из Соединенных Штатов. Не могу, на самом деле, ни подтвердить, ни, скажем, каким-то образом опротестовать эту информацию, но такая информация есть. А если это действительно так, то, как и любое образование оружия, где есть компоненты из другого государства, тем более, ну, такое технологическое, при любом экспорте требуется все-таки одобрение и того государства, которое эти компоненты поставляет. Поэтому тут есть и политическая составляющая этого вопроса, и техническая, техническо-правовая, давайте так наиболее корректно назовем этот вопрос. Поэтому сможет ли Британия единолично дать соответствующее разрешение, у меня есть определенные сомнения по этому поводу. Как, собственно говоря, и Франция, потому что ракеты Штормшедов и французские ракеты Скальп, это, в принципе, братья-близнецы. Просто производятся они одни во Франции, вторые в Британии. Ну, а по Атакамсам там и вообще идет довольно серьезная дискуссия, потому что Штормшедов и Скальп это, я напомню, крылатые ракеты, вот, воздушного такого базирования, поэтому не зря вот сейчас на экранах мы видим Ф-16, вот, а Атакамсы это баллистика довольно-таки с серьезной разрушительной силой. Поэтому, опять же, в контексте довольно горячего политического противостания в Соединенных Штатах сейчас обсуждается про то, что, возможно, будет коллективное решение одобрения со стороны Соединенных Штатов именно на Штормшедов британские и французские Скальпы, а вот уже Атакамсы, скорее всего, решение будет впоследствии дальше приниматься. Ну, а, собственно говоря, по немецким Таурусам, я думаю, что туман по этому вопросу мы рассеем уже завтра после встречи непосредственно президента Владимира Зеленского и канцлера Шольца. Я думаю, что наш президент 100% тут, как говорится, к гадалке не ходи, а этот вопрос господину канцлеру Шольцу задаст. Но то, что мы стали вследствие вот этих даже встреч уже значительно ближе к принятию этих политических решений, коллективному, такому единогласному решению, это я на 100% уверен. Хочу лишь добавить, что телеканал Freedom следит за дипломатическими визитами президента Украины в различные европейские страны, да, и будет освещать все эти события в полной мере вам. Алексей, спасибо большое за оценку нынешней ситуации. Алексей Буряченко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации малых городов, был с нами на связи. На этом «Наше время» подошло к концу. Больше новостей расскажу уже вечером в 21.00. Именно тогда в эфире Freedom следующий выпуск проекта «Наше время». Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok